Одним уже не нужна, другим просто необходимо. Речь идет о верхней одежде. Челнинские волонтеры сначала собирают вещи, принимая брюки, кофты и куртки у всех желающих поделиться, а потом раздают их нуждающимся. Только за октябрь в молодежном центре НУР собрали более 10 тысяч вещей. На финальной части акции побывала наша съемочная группа. Многодетные семьи с малым достатком, пожилые люди и те, кому следить за модой просто не по карману. Вот для кого устраивает подобные акции молодежная организация «Фиолетовый неон» уже 6 лет. С каждым годом популярность мероприятий растет. Вот и на этот раз собранные за две недели тысячи курток, штанов, шапок и прочих элементов гардероба разойдутся буквально за несколько часов. Знучкой надо бы джинсы или какую-нибудь кофточку. Детская некоторая можно найти, там кофти, футболки. Ну и обувь можно. У меня 5 лет детей. Футболки нам надо, садик, кортки немножко чуть-чуть и обувь. Эта акция привлекает внимание малообеспеченных людей не только из набережных Челнов, но и соседних сел и деревень. Некоторые приезжают по просьбе родственников и друзей. Попросила у нее ребенок-инвалид, сама не морд, Сидоровка живет. Вот и пришли мы. Отдельно детские вещи, мужские и женские. Правда, сразу найти то, что нужно, не так просто. Нужно покопаться. Правда, это и не запрещено. Ну, если что, помогут волонтеры. Скажи, вот как вы разбираетесь? Ну, я спрашиваю, первое всего, какой у них размер. Выбираю, смотрю, вижу, что подходящий размер, даю им. Они говорят, нравится, не нравится. Если нравится, то забирают сразу же. Во второй раз в этом году проводим. Даже еще больше требуют. Изначально кто-то выявил инициативу, может быть, это сделать два раза в год на осень, на весну. Ну, я пока по этот момент думаю, потому что это все-таки сложно. Очень сложно работать с вещами, потому что еще по многим причинам некоторые люди приносят их все-таки грязными. От грязной одежды избавляются, оставляя только чистое и целое. Сколько вещей попадает в одни руки, никто не следит. Активистам главное все раздать. А то, что останется, отнесут в церкви, мечети, благотворительные фонды и приюты. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны.